Здравствуйте! Это рубрика «Право имею» и я, Наталья Ладудька. Бесплатная медицина – тема этой рубрики. Что нужно делать, когда за услуги по полису просят денег? И всегда ли нужно иметь с собой этот документ? Расскажу далее. Если у вас еще нет полиса ОМС, явитесь в страховую компанию. Получить его можно, имея при себе паспорт и СНИЛС. Документ дает право бесплатно получать медицинскую помощь в той поликлинике, которую выбираете вы. Поменять свое медучреждение можно раз в год. Но вот если случилось непредвиденное и врач нужен срочно, примут в любой поликлинике. Так по закону. Причем даже если полис просрочен, утерян или его просто нет с собой. Инфаркт, приступ удушья, сильные головные боли, высокая температура. Все подобные состояния относятся к угрожающим жизни. А значит лечатся бесплатно и незамедлительно. Если этого не происходит, поможет звонок в вашу страховую компанию. Номер указан на обратной стороне полиса. Потому что эта помощь ничего не стоит только для вас. А поликлиника за лечение пациентов получает деньги из фонда медицинского страхования. То же самое относится к навязанным услугам, которые по идее не должны опустошать ваш карман. Перечень того, что полагается бесплатно, указан в базовой программе ОМС. Иногда предприимчивые врачи за деньги предлагают анестезию, наркоз и некоторые виды анализов. Если появились сомнения, проверить медучреждение на честность можно на сайте фонда ОМС или по горячей линии. Можно и рассудить логически. По такому принципу. Если в вашей жизни и здоровью что-то угрожает, это лечат бесплатно. Если вы в целом здоровы, но хотите почувствовать себя лучше, то, скорее всего, сможете сделать это только за деньги. Кстати, восстановить справедливость можно и после. Если лечиться нужно было срочно, и вы решили не разбираться в законах, а оплатить деньги, то получить компенсацию реально. Соберите чеки, сделайте копию договора на оказание медицинских услуг, напишите заявление в свободной форме и отправляйте все это в страховую. С вами была Наталья Ладутько. Не система устроила беспорядок в здравоохранении, а отдельно взятые люди. И бороться с такими людьми можно и нужно. Законным способом. Редактор субтитров А.Семкин